Оперное искусство для самых маленьких. Известная русская народная сказка «Репка» в буквальном смысле обрела новое звучание. Это не просто драматический спектакль для детей, а настоящая опера. Здесь поют не только главные герои, но и новые персонажи, деревья и птицы, а еще появляется рассказчик «Скоморох». Он-то и поведал зрителям предысторию. До того, как посадили репку, все члены семьи рассорились и обиделись друг на друга. Внучка на бабку, а бабка на детку. А дед с обиды в темный лес пошел. Репка – первая опера-композитора Рустама Сагдиева. Он написал ее по предложению Мариинского театра. В основе – песни разных регионов России, стилизованные, но узнаваемые. Как признаются артисты, переключиться на детскую оперу-сказку и перевоплотиться в фольклорных героев было непросто. Когда я начинал играть вот лубочного хрестоматийного деда, который там шаркает ногами с больной спиной, это получалось гротескно и смешно. Просто с моей физикой это было не очень. Какие-то ребята делают вот так, это смотрится здорово. Мне это совершенно не подходит, и я просто не понимал, как мне именно визуально существовать во всей этой истории. Это для меня как бы непросто. Что касается пения – нет. Нам музыка эта вся, в принципе, знакома и близка. Это другая история, там все понятно. Знакомиться со сказкой дети начинают в самом раннем возрасте. Поэтому и спектакль рассчитан на самых юных и самых требовательных зрителей. Он идет на малой сцене и всего 40 минут. Детский зритель самый сложный. И вот как бы соблюсти все законы именно музыкальные, исполнительские, актерские – это непросто. Мне кажется, мы с этим справились, и вот реакция сегодня детей показала, что и опера для самых маленьких – это здорово. Только сообща, помирившись и оставив в стороне разногласия, можно не только вытянуть репку, но и решить любую проблему. Поэтому, если вы давно не держались друг за друга, то самое время. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ